Добрый день! Я Сергей Алексашенко и вы на моем YouTube-канале. Мне часто задают вопрос, как же растут цены в России? Я все время отвечаю, ну знаете, вот есть Росстат, вот есть официальные данные, но, конечно, корзина потребления у каждого своя, поэтому невозможно сравнивать и так далее, и так далее, и так далее. Официальная статистика говорит о том, что за последнюю неделю случилось аж дефляция, то есть цены пошли вниз. И Путин уже радостно говорит, что мы победили, мы победили западные санкции, наша экономика восстанавливается. Центральный банк радостно рапортует о том, что инфляция снижается, они собираются понизить свой инфляционный прогноз. Ключевая ставка Центрального банка снижена аж на целых 3%, 300 базисных пунктов с 14 до 11, а через две недели нас ожидает новое снижение ставки. Но знаете, вот как говорил Константин Сергеевич Станиславский, не верю. Вот что-то мне подсказывает, что здесь врут. Правда, врут. И при этом я хорошо понимаю, что создать альтернативную систему сбора данных о динамике цен в России, ну вообще в любой стране, крайне тяжело. Но мне вообще было интересно, а насколько врут? Вот ну врут, так насколько? И я составил, сделал такой большой эксперимент, ну большой, что значит, в общем как-то он продолжительный, и поднял с помощью своих друзей архив данных. Ну потому что все мы, как все мы должны питаться, все мы должны покупать какие-то продукты питания. Жить-то хочется, кушать хочется. Вот. И я нашел, соответственно, по чекам товары, которые были куплены в начале марта, и точно такие же товары куплены сегодня, 27 мая. Ну то есть вот прошло март, апрель, май. Три месяца. Слава Богу, Росстат, наше статистическое агентство, печатает еженедельные индексы цен. Ну, соответственно, я выбрал самые базовые товары, такие, которые можно, что называется, хорошо идентифицировать с Росстатом. Одна проблема вышла, я по ней скажу потом. Вот. И, соответственно, он взял несколько там товарных позиций, на самом деле не очень много, всего лишь 7, и посмотрел, что же получилось. Ну, собственно, товары простые. Это куриное бедро, это гречка, черный хлеб, кефир, яйцо куриное, сыр и сахар, сахарный песок. Вот, собственно, набор. Проблемы вышли с кефиром сразу. У Росстата нет кефира, у него там есть молоко, творог, сметана. Ну, поскольку они все растут примерно одинаково, я взял средний индекс, ну то есть молоко, кефир, сметана, сложил, поделил на три и вот получилось. И сравнил с кефиром. И что же у меня получилось? Ну, вы знаете, я, честно сказать, оказался поражен результатом. Разрыв между инфляцией фактической, которая случилась, вот поменяем человеку, еще раз, в одних и тех же магазинах, одни и те же товары, вплоть до названия. Да, там одни и те же весовые упаковки, вот, что называется, все стандартно. Разрыв от 10 до 20 процентов практически по всем товарным группам. Ну, то есть, по 6 из 7. Единственный товар, продукт, по которому разницы нет, это сахарный песок. Ну, во-первых, он и вырос там на 42 процента, да, гораздо сильнее, чем все остальное из того набора, который я проверял. Вот. Ну, и потом, помните, там уже, каких только вы кар не грозили поставщикам сахара, магазинам. Ну, короче говоря, сахар набросились очень давно и очень сильно, поэтому, наверное, сахару удивляться не стоит. Вот. Так что, вот такая получилась картина. То есть, разрыв, еще раз, там, курица не 6 процентов, как говорит Росстат, а 16, гречка не 18, а 35, черный хлеб опять-таки не 6, а 16, кефир не 9, а 35, сыр не 10, а 33. Ну, то есть, вы понимаете, да, вот разрыв колоссальный. А к чему я все это говорю? Понимаете, у меня нет вопросов к Росстату. То есть, я не понимаю, что в пианиста просьба не стрелять, он играет, как умеет. В конце концов, Росстат просто выполняет приказ, который ему получают. Получают, ему выдают. Но мы должны хорошо понимать, что это называется ограбление. Да, это и есть тот инфляционный налог, который война, который развязал Путин, наложила на все российское население. Обратите внимание, это абсолютно базовые товары. Да, то есть, здесь нет никакой там ни черной икры, ни красной икры, ни красной рыбы, ни копченой колбасы, нет. Абсолютно базовый набор, который едят, наверное, практически все россияне, дальнейшее большинство россиян. Каждый может что-то найти похожее. И то, что Росстат занижает цены, означает, что индексация пенсии, индексация зарплат, которую Путин говорит, что мы сейчас аж на целых 10% индексируем. Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учётом нашего закона, с учётом законодательства. Напомню, с 1 января текущего года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%. Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции, рост, который, как я уже сказал, по оценкам экспертов, замедлился. И по итогам 2022 года, на всем случае мы исходим из этого, не превысит 15%. То это всё равно не съедает того падения жизненного уровня, которое реально наблюдается в нашей жизни. Всё понимаю. Мне скажут, ну, Алексашенко, ты там сидишь в Америке, у тебя там всё своё, ты вообще там непонятно как что покупаешь, и тебя проверить невозможно. Поэтому, если среди вас есть желающие мне помочь, я предлагаю, ну, скажем так, до конца года, да, вот у нас сейчас май, до конца года провести натурный эксперимент. Поэтому есть предложение, если среди вас есть желающие поучаствовать в натурном эксперименте, соответственно, вы пишите мне на мой адрес электронной почты, вот сейчас с бегущей строкой, да, и там в описании будет приложен. Я по принципу один человек, один город, ну, чтобы, знаете, как, у меня тоже очень возможности как-то не беспредельные, да, соответственно, и я договариваюсь с каждым из участников, ну, наверное, от 10 до 15 человек. Хотелось, чтобы это были и крупные города, чтобы это были средние города, может быть, маленькие города. Да, мы очень аккуратно согласовываем перечень товаров, нужно, чтобы они были одинаковые, да, чтобы, в общем, ну, как, почти как Росстат. Ну, а набор товаров будет ограниченный, и участники этого эксперимента должны будут, да, честное слово, каждое, там, первое число каждого месяца ходить, не первое, первое мы можем не успеть, давайте 10 числа каждого месяца пойти в магазин, купить этот набор товаров, там, ну, на самом деле же, там, можно по 100 грамм купить, да, мне важны ценники, и прислать мне чек. Соответственно, и вот мы такую базу данных создадим, и посмотрим, как наша инфляция, ну, так вот так и назовем, да, ну, собственно, что это такое? Завтрак, завтрак да ужин, да, вот что называется, да, обыкновенный завтрак и ужин Алексашенко. Вот такой вот будет индекс завтрака и ужина, и посмотрим, что из этого получится. Ну, дальше-то они еще больше будут врать, они нам сейчас будут говорить, что цены снижаются, вот, а мы с вами проверим, так это или не так. Ну, если будет совсем большое желание, мы можем даже, там, какое-то количество непродовольственных товаров включить, ну, например, там, зубную пасту какую-нибудь, там, мыло. Ну, то есть, тоже очень-очень-очень горящий набор. Сразу скажу, да, что не пойдет речь о сотнях товаров. Вот, там, 10 товаров, и мы будем проверять, насколько нас обманывают. А то, что они нас обманывают, ну, это совершенно точно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы, и будем с вами дальше общаться и проверять, как нас обманывают власти. Всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!